Здравствуйте! С вами канал Вкусной Огород Барнаул. Сейчас хочу сказать несколько слов о том, в какой квартире мы жили в детстве. Это было первое жилье в городе Барнауле, которое нам досталось. Это были сложные времена, но как бы то ни было, отцу на работе выделили комнату. Это была даже не квартира, а именно коммуналка, как сейчас говорят. Но все-таки для нас это было благо. А нас было уже тогда в семье пять человек. Мать, отец и трое братьев. И вот нам досталась комната в 16 квадратных метров, безо всяких удобств, как у Высоцкого в песне, на 38 комнатах всего одна уборная. Но потом, правда, был проведен водопровод, и еще кое-что было сделано. И вот мы там жили. Но пожили мы там недолго, поскольку все-таки нас было довольно много. Очень скоро мы были переселены в комнату побольше. По-моему, 18 или 20 квадратных метров. В том же доме, на том же этаже. Я даже помню номер квартиры, она была 22. А номер дома был 5. И вот в этой коммунальной квартирке мы жили до той поры, как мне исполнилось, примерно лет 10. Ну а после этого, я об этом рассказывал, нам было выделено бесплатно, к слову сказать. Некоторые не верят, но так и было. Трехкомнатная квартира, которая общей площадью что-то квадрат 60, полезной 48, три комнаты. И там уже мы жили, пока не повзрослели и не разъехались. И вот жить там было очень весело, очень много было там друзей, ребятишек было много, дружили все. Ну просто, я считаю, очень плотно. Сейчас такого я вот не наблюдаю. Ну действительно, по неволе нам приходилось очень много времени быть всем вместе. И до сих пор я вспоминаю вот этих друзей и подружек с того времени. Так вот, что интересно, номер дома был 5. Но сначала эта улица называлась имени 21 января. Эта дата, конечно, была всем известна. Сейчас, может быть, кто-то уже и не помнит. Но это день смерти Владимира Ильича Ленина. И вот так называлась эта улица. Потом прошло какое-то время, и кто-то, наверное, решил, что все-таки такое название траурное не очень подходит этой улице. Строились новые дома, и улица приобретала все более и более цивилизованный вид. И ее переименовали. Название стало улица Новая. Почему Новая? Кто придумал? Я не знаю. Ну не очень, конечно, такое интересное название. Ну стала улица Новая. Но с таким названием улица просуществовала недолго. Прошло еще небольшое количество времени. Года два там или три. Сейчас уже не помню. И все-таки руководство решило, что действительно название улица Новая не очень подходящее. И переименовали улицу Новую в проспект Строителей. И вот этот проспект Строителей, он по сию пору существует. Много изменений произошло за эти десятилетия. Но, тем не менее, проспект Строителей остался. В том доме, где мы тогда жили, сейчас находится какая-то структура. Если не ошибаюсь, даже Газпрома. Это двухэтажное строение капитально отремонтировано. Я пытался как-то туда зайти, посмотреть, что там внутри. Но увидел, что там уже ничего от того, что было раньше, не осталось. Ну и прошел мимо. Вот такие были изменения названий этой улицы. 21 января, Новая и проспект Строителей. Что интересно, по странному стечению обстоятельств, вот на этой улице Строителей, после длительного периода времени, после того, как я уже жил на новой квартире, и уже с новой квартиры переехал в другое место, еще сменил пару квартир, получилось так, что мы с супругой снова переехали на вот этот проспект Строителей, и буквально в то же место, на Строителей 4. То есть дом напротив того домика по Строителей 5. И вот мы там прожили лет 20, после чего получилось так, что нам пришлось переехать в дом на Строителей 8, тоже, собственно, рядышком. Ну, там мы практически не жили. Эта квартира была предназначена для дальнейшего обмена. Ну, после чего все-таки мы оттуда съехали. И сейчас я проживаю на Павловском тракте. Место здесь очень хорошее, и какой-то особой ностальгии по тем местам я не испытываю. Скорее испытываю ностальгию по тем временам. Ну, вот такая была улица моего детства. Интересно, конечно, вспомнить. Ну, теперь там уже никто не живет. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова